Здравия вам всем желаю! С вами обзор позавчерашней прессы. Ну что, пробежимся по старым газетным подшипкам. Окунемся в историю. Московский листок 1902 года в рубрике «Заграничные вести» пишет о волнениях в Гаване. Из Нью-Йорка сообщают, что волнения, возникшие в Гаване, развились в антиамериканское движение. Циркулируют слухи об убийстве десяти американцев. Манифестанты бродят по городу с криками «Долой Янки!». Трудно сказать, что послужило поводом к ображению. Возможно, что оно вызвано вмешательством Соединенных Штатов в дела Кубы, которая в последнее время с особой ненавистью относилась к своей могущественной соседке. Да, спустя полвека эта ненависть вылилась в Кубинскую революцию. Внимание! Закончена постановкой грандиозная историческая фильма «Броненосец Потемкин, 905 год». Выпуск первой госкинофабрики. Постановка Эйзенштейна, главный оператор Тиссе. Газета «Русское слово» 1912 года вопрошает. В чем же ходить? Недавно управляющий Симоновым монастырем донес в синодальную контору о том, что иродьякон монастыря Афанасий плохо ведет себя и проявляет неповиновение монастырским властям, несмотря на то, что ему уже объявлялись выговоры и замечания. Вследствие этой жалобы синодальная контора постановила снять с иродьякона Афанасия клобук и монашеское одеяние, запретить священнослужение и назначить на черные труды по усмотрению управляющего монастырем. Возникает любопытный вопрос, в чем же ходить иродьякону Афанасию? Монашеское одеяние с него снято, но сана он не лишен, следовательно, одевать светское платье он не имеет права. Вопрос этот ставит в тупик чиновников синодальной конторы и пока остается открытым. Да, стриптиз действительно странное наказание для священнослужителя, если не сказать страшное. Новое русское слово в Нью-Йорке в 1931 году сообщает, что в Соединенных Штатах имеются сотни советских шпионов. Ну-ка, любопытно. Бывший вице-президент Амторга Дельгас выступил с заявлением, что в Соединенных Штатах имеются сотни московских шпионов, сносящихся с СССР с помощью секретных кодов. Он назвал имена 10 главных советских шпионов в Соединенных Штатах. Дельгас указал, что в других странах за советскими шпионами следят сотни и даже тысячи специальных сыщиков. В Соединенных Штатах не только нет опытных сыщиков, но Министерство юстиции не имеет права на такой надзор. Не лукавит ли Дельгас? Кучера или какое-нибудь другое подходящее место в Петрограде или в России желает получить раньше кучером служивший, немного знающий русский язык, молодой финн. Вечерняя Москва 1971 года сообщает о спектакле дебютов. Завтра театр «Современник» показывает премьеру спектакля «Валентин и Валентина». Этим спектаклем первой премьеры «Современника» в этом сезоне рассказывает корреспонденту «Вечерней Москвы» директор театра заслуженный артист РСФСР Олег Табаков. Наш коллектив представляет зрителям несколько новых имен. Пьесой «Валентин и Валентина», посвященной светлой юношеской любви, на столичной сцене дебютирует писатель Михаил Рощин, до сих пор известный москвичам лишь как прозаик и публицист. Постановка спектакля – первая работа молодого режиссера Валерия Фокина. Роли молодых героев исполняет студентка 4 курса школы-студии имени Немировича Данченко Ирина Акулова и Константин Райкин, весной окончивший училище имени Щукина. Недавно мы отметили юбилей Валерия Фокина. И вам здравия всем желаю!